Добрый вечер, Гомель. На телеканале Беларусь 4 прямой эфир. Телефон в студии 342243. Присоединяйтесь к нашему разговору. Надеюсь, что этот час прямого эфира будет жарким. Сегодня мы поговорим о мужчинах. Вы знаете, недавно наблюдала, как в автобусе в час пик довольно молодой мужчина, чуть больше за 30, он рассуждал о том, должен ли мужчина уступать место женщине в общественном транспорте. И вот что удивительно, очень хочу заметить, что мнение пассажиров разделилось почти поровну на два лагеря. Одни были за то, чтобы уступать, так как женщины слабее, ну а вторые категорически против. И приводили, кстати, главный аргумент. Ну, женщины сегодня якобы пропагандируют эмансипацию, но при этом все равно хотят, чтобы мужчины им уступали место. Так вот, кто же прав в этом споре, подумала я, и решила поговорить сегодня о мужчинах нашего времени. Какой он современный мужчина? Давайте обратимся за ответами к мужчинам нашего города. Сегодня у меня в гостях музыканты Гомельской пограничной группы. Это Александр Холандач, начальник военного оркестра. Это солисты оркестра Сергей Федораков. И такая прекрасная часть вашего оркестра – это Наталья Юрченко. Аплодисменты. Вот сегодня у нас в студии присутствуют и другие гости. Все, вот что значит для современного мужчины семья, расскажет нам многодетный папа, победитель конкурса «Отцы-молодцы» Дмитрий Сычков сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, Дмитрий. Ну, а своими мыслями о современных мужчинах поделится вице-мисс престижного международного конкурса «Краса Вселенной-2018» Екатерина Дубровская сегодня на добром вечере. Добрый вечер, Екатерина. Спасибо, что пришли к нам сегодня на эфир. Вот точки над «и» в вопросе, какой же он современный мужчина, нам поможет расставить, конечно же, психолог Людмила Тутынина. Добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие друзья, вы знаете, я приглашаю и вас присоединиться к нашему разговору в прямом эфире. Какой он мужчина нашего времени? Ну, например, должен ли он уступать место женщине в общественном транспорте? Очень интересно ваше мнение. 34-22-43, телефон прямого эфира. Вы также можете оставить свой комментарий в Вайбере. Телефон вы видите внизу экрана. Ну, а у нас пока песня. Сегодня весь вечер на «Беларусь-4» поют пограничники, солисты военного оркестра Гомельской пограничной группы. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Время путным потоком несет Славу наших великих побед И берет в свою силу народ У цветущих садов мирных лет В наших венах вода наших рек В нашем сердце Софийский собор Белобежская пуща навек И наш луцкость, а ты не устой Беларусь, Беларусь Мы народ этой гордой и сильной страны Беларусь, Беларусь Только если мы вместе, тогда мы сильны Мы в движении вперед и ни шагу назад Поднимается в небо победный наш флаг Беларусь Это крайне объявлены полей Свежей башни и детской мечты Мы согреты теплом матерей Родником бьется сердце в груди Мудрость предков дана нам судьбой Беларусь, Беларусь Беларусь, Беларусь Мы в движении вперед и ни шагу назад Поднимается в небо победный наш флаг Беларусь Беларусь, Беларусь Беларусь, Беларусь Мы народ этой гордой и сильной страны Беларусь, Беларусь Только если мы вместе, тогда мы сильны Беларусь, Беларусь Мы народ этой гордой и сильной страны Беларусь, Беларусь Только если мы вместе, тогда мы сильны Мы в движении вперед и ни шагу назад Поднимается в небо победный наш флаг Беларусь, Беларусь, Беларусь 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 Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир Только что прозвучала такая, вы знаете, зажигательная песня про Беларусь Вы знаете, это на самом деле были солисты военного оркестра Гомельской пограничной группы Аплодисменты А вообще на самом деле пограничники, как и любые военные Это все-таки мужчины, да и женщины, как мы видим, стойкие духом и крепкие телом Это люди, которые защищают границы нашей Родины, защищают нас с вами, дорогие друзья Кстати, сегодня эта профессия очень престижная и ответственная Вот я хочу, Александр, задать вам вопрос Вот как считаете, каждый ли современный мужчина, в принципе, способен справиться с такой работой, как ваша, как у пограничников? Ну, конечно, существуют определенные критерии, чтобы попасть в органы пограничной службы Я повторюсь ваши слова Еще в советские времена пограничные войска считались элитными войсками И служба, конечно, была всегда престижной И опять же говорю, что есть определенные критерии Это физическое хорошее здоровье Хорошая биография, так скажем Все подробности Есть сайт в Гомельской пограничной группе У нас сейчас создаются новые подразделения на рубежах государственных границ И, соответственно, возникают новые должности Вот, и всех приглашаем на сайт в Гомельской пограничной группе Там все подробно написано Есть контактные телефоны Это небольшая реклама Да, небольшая реклама Вот Ну, опять же говорю, что Это, конечно, тяжелая профессия Но она... Это профессия для настоящих мужчин, как вы считаете? Конечно, любая вообще профессия, связанная с погонами Это профессия для настоящих мужчин Сергей, вот вы скорее музыкант, да? Чем пограничник И все-таки назовите три мужских качества Которые, на ваш взгляд, необходимы Ну, вот такой профессии Такой вот, как пограничник Я думаю, это смелость Смелость, так Доброта и взаимопонимание И взаимопомощь Четыре Доброта и пограничники Серьезно, это смелость, доброта и взаимопомощь Мне кажется, это прекрасные три качества Которые, в принципе, подходят вообще любому мужчине Да, Людмила? А где доблесть, отвага? Ну, мы же три попросили Профессионализм, в первую очередь, это профессионализм Конечно же, да Вот И неважно, кто ты Повар, водитель или дирижер военного оркестра Должен быть, конечно, человек профессионалом своего дела Вот И я, как человек в погонах В первую очередь, я сначала пограничник А потом уже военный дирижер Вот Поэтому Еще раз говорю В силовых структурах нету такого разделения Кто ты? Ты, в первую очередь, военный Прежде всего, военный До сих пор этот образ, образ военного Он ассоциируется у всех у нас Знаете, с сильным мужчиной С сильным духом С сильным телом С мужчиной, у которого четкое понятие добра Зла Что такое хорошо Что такое плохо Я вот хочу у Натальи спросить Чем вообще, на ваш взгляд, отличается военный мужчина от гражданского? Мне очень интересны ваши личные наблюдения Потому что вы, как никто, ближе к пограничникам сегодня Я думаю, ничем На работе, на службе мужчина Это один мужчина Дома, с семьей Он другой, что ли? Ну, я думаю, да Интересное, очень интересное мнение Мужчинами сталкиваюсь только на работе Поэтому я не знаю Ну, скажите, например, мужчина, который в военной форме На ваш взгляд, уступит место женщине Конечно В общественном транспорте Да Вот мы сейчас узнаем чуть позже Хочу объявить нашим зрителям конкурс Дорогие друзья Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет На двух человек на выставку живописи Заслуженного деятеля Республики Беларусь Генерального директора Национального художественного музея Республики Беларусь Владимира Прокопцова Выставка называется «Моя Беларусь» И работает во дворце Румянцевых и Паскевичей Чтобы выиграть пригласительный билет На две персоны Вам надо позвонить в студию По телефону 34 22 43 И ответить на вопрос нашего конкурса В каком известном фильме один из главных героев говорил следующие слова Защищать и принимать решения – это мужская обязанность Это нормально Еще раз повторяю вопрос В каком известном фильме один из главных героев говорил следующие слова Защищать и принимать решения – это мужская обязанность Это нормально 34 22 43 Мы ждем ваши варианты ответов Людмила, ты согласна вообще с этим выражением? Мужская обязанность – защищать и принимать решения. Наташа, но я хотела бы сказать, чем мужчина-воин отличается от всех других мужчин. Мужчина-воин себе не принадлежит. Он живет по принципу «раньше думай о родине, а потом о себе». Он не принадлежит себе. Во всяком случае, это было всегда так. И разговор о том, хорошо, он может быть внешне не отличаться, быть в гражданской одежде, но его нутро, оно именно на этом замечено. То есть повышенное чувство ответственности, да? Да, повышенное чувство ответственности, конечно. Вот что присуще военным. И, наверное, ты хочешь сказать, то, чего сегодня мы редко наблюдаем у современных, особенно молодых людей. Ты к этому, я так поняла, ведешь. Я думал, вы сейчас начнете говорить, что мужчин отличает военного от гражданского форма или наличие оружия, да, табельного. Ну, вы знаете, а тоже надеть форму и носить оружие не каждому дано и не каждый, в принципе. Я могу сказать, человеку в форме всегда можно было узнать по дисциплине. Вот вы задали вопрос, уступит ли человек, женщина, неважно, ребенку, пожилому человеку, место в городском транспорте. Это вообще как бы... Не обсуждается. Это, конечно, не обсуждается. Это в порядке вещей. Не важно, кто ты, военный, гражданский. Мы делим как-то, как будто военные, это совсем какие-то другие мужчины. Нет, конечно же. То есть, ваша четкая позиция, мужчина должен уступать место женщине в общественном транспорте. Ну, это в порядке нормальных вещей. Это воспитание, воспитание... Вот и поэтому военные люди, они более воспитанные, корректные и дисциплинированные. Ну, аплодисменты. Там тебя похвалили. Ну, тоже хорошо. Хорошо, спасибо большое. Вы знаете, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Андрей. Андрей. Я так понимаю, вы хотите принять участие в нашем конкурсе? Да, очень хочу. Андрей, можно я для начала задам вам вопрос? Вот как вы считаете, должен ли мужчина уступать место женщине в общественном транспорте? Да, конечно, должен. Вы так поступаете всегда? Не только место, но и заботиться женщине. Ну, знаете, аплодисменты для вас, потому что я была готова к самым разным мнениям. Ну, что же, мы еще только начали. Хорошо. Теперь тогда давайте напомню для наших зрителей и для вас вопрос конкурса. В каком известном фильме один из главных героев говорил следующее слово? Защищать и принимать решения – это мужская обязанность. Это нормально. Название фильма. Это, по-моему, Москва слезам не верит. Вы знаете, вы правильно ответили на вопрос конкурса. Аплодисменты для вас. Это действительно Москва слезам не верит. Фильм режиссера Владимира Меньшова. Кстати, фильм – лидер проката 1980 года. Представляете, его посмотрели тогда 90 миллионов зрителей за год. И этот фильм был удостоен премии «Оскар» и государственной премии СССР. Давайте посмотрим этот действительно очень интересный фрагмент. Голуба, вы поступили как настоящий мужчина. Перестань, я поступил как нормальный мужчина. Защищать и принимать решения – это мужская обязанность. Это нормально. Ты не станешь хвалить женщину за то, что она стирает или умеет готовить обед? Вот у нас Людмила Тутэнина, психолог, да, прямо рвется в бой, хочет прокомментировать образ Гоши. Кстати, я очень люблю, очень люблю этот образ. Но он вообще стал таким мужским символом на то время, да. Многие цитировали, как обычно, если фильм популярный, разбирают его на цитаты, да. И вот образ Гоши, многие говорят, вот помнишь в фильме «Москва слезам не верит», да. Но ты видишь в нем какие-то недостатки. Ну, Наташа, психологи, они же всегда видят фигуру объемную, да. Но что я хочу сказать, он очень правильные вещи сказал. Он сказал о социальной роли мужчины в обществе. Быть силой. Быть силой. И вот на одной из передач как-то говорила о том, что в жизни женщины есть период, когда она не может быть сильной. Это период, когда она становится мамой. Когда она беременна, когда рождается маленький ребенок, да. И в этот момент должна активироваться роль мужчины, который рядом. Максимально защищать эту женщину, максимально защищать этого ребенка. И если у него нет, не выработано, да, вот внутри, он не справится с этой ролью, что вот мы сейчас, кстати, очень часто и наблюдаем в обществе. Из-за чего, в общем-то, полемика именно по этой причине. Готов ли современный мужчина выполнять именно эту роль защитника? Ну что ж, узнаем сегодня об этом в нашей программе, дорогие друзья. И напоминаю, что мы ждем ваших вариантов ответа. Очень интересно ваше мнение, должен ли сегодня мужчина, здоровый, нормальный, обычный мужчина, уступить место здоровой, нормальной, обычной женщине в общественном транспорте. 34-22-43, звоните или оставляйте свои сообщения в Вайбере. Екатерина, напоминаю, у нас сегодня такая вот красавица сегодня, да, девушка, которая, мне кажется, которая идет вот так вот по городу. И на нее обращают внимание все мужчины, не то что в общественном транспорте. Катерина, вот скажи, тебе знакома еще ситуация, когда ты едешь домой, например, с ночной смены? Я хочу просто обратить внимание, дорогие друзья, что Катерина работает операционной медсестрой в детской больнице. Это очень такая, мне кажется, сложная, ответственная профессия. Мне кажется, она заслуживает аплодисменты мужчин, да, и не только. Вот представь, едешь ты после ночной смены, валишься с ног, это с утра где-то, да, например, и очень хочешь, чтобы мужчина вот в час пик уступил тебе место, а этого не происходит. Бывает такое вообще? Я не надеюсь на то, что мне уступит место. Я еду, и мне главное доехать домой в этот момент. Но буквально позавчера мужчина с сединой на висках уступил мне место. И знаете, это немножко было дико. Я села на сидение, достала зеркальце и начала смотреть, что со мной не так. Вы знаете, вот за откровенность, пожалуйста, аплодисменты. Потому что я хочу вам сказать, что это действительно вот такая вот типичная ситуация, с которой сегодня сталкиваются и женщины, и молодые мужчины, которые тоже не знают, как же правильно, как же надо себя вести, потому что в одной стране так, в другой так. В нашей, ну, мне кажется, совершенно по-другому. То есть, Катерина, если я правильно понимаю, ты считаешь, что мужчина, в принципе, не должен уступать? Вот интересное мнение. Возможно, как джентльмен, да. Но если он так не считает, то... То есть ты не обидишься и... Нет, я не обижусь. Ну, пойдешь на свидание с таким мужчиной? Который не уступил мне место? Вот так. Вот это говорит, по-моему, красноречивее всего. Спасибо большое за откровенность. А вообще сама когда-нибудь попросишь? Нет, никогда. Понятно. Ну что ж, дорогие друзья, согласитесь, все-таки вот немногие мужчины готовы сегодня жертвовать своим вот таким вот комфортом ради женщины. Мне очень интересно, вот почему, как вы считаете, нормально ли это? Вот мне вопрос для Дмитрия. Что касается жертвования, как вы говорите, личным комфортом мужчины ради женщин, я, может быть, не вполне понимаю формулировку всей этой фразы. А я вам объясню. Поскольку для меня это ассоциируется в первую очередь с женщиной. И мой комфорт напрямую зависит от комфорта женщины. Поэтому мне комфортно, когда комфортно моей женщине. Это главный критерий. Спасибо большое. Аж мурашки, вы знаете, вот серьезно ваши слова вот у меня вызвали. Спасибо большое. Людмила, а вот что ты скажешь? Почему сегодня все-таки распространено мнение совершенно другое, что мой комфорт вот у наших мужчин сегодня прежде всего? Что это такое? Наташ, по поводу того, что вот только сегодня эта ситуация стала вдруг актуальна. Помните, была, ну, вот во времена, ну, лет 15 назад была очень популярна песня. Сейчас ее процитирую. Такие были слова. Я слухом нелепым не верю. Мужчины теперь говорят в присутствии сильных рабеют, в присутствии женщин сидят. То есть уже тогда разговор шел о том, что что-то меняется в нашей жизни, в нашем обществе, да. И не дай бог, что наши мужчины поменяются, они станут слабыми, и они не будут уступать женщине место. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, куда пропадают вот эти внимательные, галантные мужчины? И хорошо это или плохо? Может быть, все хорошо. Вот может быть, Катерина, вот видишь, и ее поколение уже нормально к этому относится, и чувствует себя некомфортно, когда ей уступают место в транспорте. А вот нельзя говорить о том, что только происходит изменение с одними мужчинами, меняется общество в целом. Вот если вы днем выйдете в город и посмотрите, кто за рулем, то вы обнаружите, что большая часть сидящих за рулем – это женщины. То есть женщины стали более сильными, более эмансипированными, и они, в принципе, не нуждаются вот в этих вот костылях в виде мужской руки иногда. Поэтому вот сейчас мы провели в нашей студии эксперимент, мы задали представителю молодого поколения, да, как отреагирует молодая наша гостья, да, на такую ситуацию. Он сказал, да нет, ничего страшного. Поэтому говорить о том, что происходит какая-то трагедия, наверное, не стоит, да, меняется как женщина, так и мужчина. Но здесь разговор идет ведь о конкретной ситуации, да, женщины и мужчины едут в троллейбусе или в автобусе, скажем так, в ограниченном каком-то пространстве. В какой-то маленькой социальной группе, правильно? В маленькой какой-то социальной группе. А вот здесь уже есть вопросы. Какие вопросы? В нашей культуре принято женщинам место уступать и вообще заботиться о женщинах. Правда, вот сейчас и папа сказал, что очень важно, чтобы женщина была вот ухоженная, досмотренная мной, да, вот как мужчина. Да, чтобы ей было хорошо. Поэтому в нашей культуре это есть. И хотелось бы, чтобы придерживались все этих культурных устоев, да. Причем они взяли же не с потолка эти устои. Как жили наши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Людмила, вот что же включает для тебя вот это понятие мужчина нашего времени? Вот можешь ли ты нарисовать такой психологический портрет современного белоруса? Психологический. Знаешь, Наташа, вот сегодня мой день начался очень любопытно. Я знаю, что вечером я пойду на передачу, где я буду размышлять о мужчинах. И так судьба сложилась, что рано утром я сегодня читала лекцию в одном учреждении. Я сейчас даже записала его название. И была абсолютно мужская аудитория, да. Кто были эти ребята? Это Гомельское районное отделение, Гомельская дистанция электроснабжения. И их начальник Михаил Николаевич Шевченко. Почему ты так обратила на это внимание? А почему обратила внимание? Да потому что вот заходят мужчины, да. Это не те брутальные с трехдневной щетиной в клубе, которые сейчас будут зажигать. Они тоже хороши. Они тоже хороши. Но, Наташа, заходят они в форме, в одежде своей, да. Это те мужчины, чьими руками строится наше общество. Кто строит наши... кто ремонтирует наши дороги, кто строит наши дома. Кто сидит за рулем. Это все мужчины, это все мужской... это мужская работа. И вот если мы говорим об образе мужчины-белоруса... Психологическом. Психологическом. То я скажу словами одного мужчины-бизнесмена с Москвы. Он говорит, у меня работают одни белорусы. Я его задала вопрос. Интересно, а с чем это связано? Он говорит, потому что они очень надежные. И они великолепные работники. На них всегда можно положиться. Это люди, которые доводят все до ума. Красивая характеристика, правда? Я еще добавлю по поводу утренних этих мужчин. Вот я на них посмотрела. Да, возможно, звезд с неба не хватает. Но какие-то они вот такие основательные. И с ними как-то так спокойно. Значит, мужчина основательный, современный. Который вызывает чувство спокойствия. Спокойствия, да. Надежности. Надежный. То есть ты считаешь, что это приблизительно такой психологический образ, который соответствует нашим сегодняшним мужчинам. Да, который сегодня утром я увидела. Спасибо большое, Людмила. Эти аплодисменты. Дорогие друзья, нам очень интересно и ваше мнение. Вот обратите внимание. Ведь мы, женщины, очень часто говорим о мужчинах на кухне с подругами. Да, вот где-то, когда встречаемся. А сегодня у вас есть такая уникальная возможность поделиться своим мнением с нами, с нашими телезрителями. 34 22 43. Звоните в студию, рассказывайте, каким, на ваш взгляд, является современный мужчина. Ну, а мы вернемся после рекламы. Героев застав пограничных мы помним. Героев второй мировой. До насмерть стоял и с последним патроном, с врагом в рукопашный шоу-бой. За нами страна, мы лицо государства, девиз в пограничных войсках. Мы вместе одно пограничное братство, щит Родины в наших руках. В воинных зеленых куражках, Той, чтей, из знакомых, от родных парей берет. Хранит покой твой, белорус, земля святая наша, И не уронит чести, дедовый отцов. Хранит покой твой, белорус, земля святая наша, И не уронит чести, дедовый отцов. Ракета над лесом, не дремлет граница, Команда застава в ружье. От трупы тревожной чужому не скрыться, Мы делаем дело свое. По зову души мы надели погоны, Присяги и долгу верны. Твои часовые в урашках зеленых стоим, На границах страны. В воинных зеленых куражках, Той, чтей, из знакомых, от родных парей берет. Хранит покой твой, белорус, земля святая наша, И не уронит чести, дедовый отцов. Хранит покой твой, белорус, земля святая наша, И не уронит чести, дедовый отцов. В воинных зеленых куражках, Той, чтей, из знакомых, от родных парей берет. Хранит покой твой, белорус, земля святая наша, И не уронит чести, дедовый отцов. Хранит покой твой, белорус, земля святая наша, И не уронит чести, дедовый отцов. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Ксения, вот вы слышали только что, видели, как поют наши мужчины, Наши мужчины военные пограничники. Ну, правильно, можно же так сказать. Так что эти аплодисменты еще раз для солистов Нашего военного оркестра Гомельского пограничного отряда. Вот у нас есть телефонный звонок, А потом обязательно поговорим чуть-чуть про ваш коллектив. Добрый вечер, вы в прямом эфире, давайте с вами знакомиться. Алло, добрый вечер. Здравствуйте, как зовут нас? Меня зовут Ксения. Ксения, очень-очень рада вас слышать в прямом эфире. Я так понимаю, вы хотите поделиться каким-то своим мнением о мужчинах, да, наверное? Да, я очень рада, что могу на полуслышание сказать, Какой у меня замечательный муж. И я очень-очень благодарна. Хочу сказать, что для меня лично, и мне кажется, что это так и есть, Очень важно, когда мужчина уделяет большое внимание воспитанию детей. Вот это все. Это, наверное, самое главное, когда это сплачивает очень семью, Когда мужчина заботится о детях, может их везде взять с собой, повезти, научить. Вот это настоящий мужчина. То есть для вас это главная характеристика современного мужчины? В принципе, забота о детях и о семье, правильно? Я вас правильно поняла. Ксения, скажите, а как вы считаете, должен ли мужчина сегодня уступать место в общественном транспорте женщине? Да тут даже вообще этого вопроса не должно быть. Даже это, естественно, нужно уступать. А как вы считаете, почему тогда происходит сегодня, как бы появляются разные мнения, совершенно разные ситуации? Я уверена, вы с ними тоже сталкиваетесь в троллейбусе. Неужели есть мнение, что не нужно уступать? А вы знаете, есть очень много, сама это наблюдала недавно в транспорте, поэтому мы решили обратиться к этой теме. А вы что, никогда такого не видели в троллейбусе, автобусе? Не знаю, может, наглости какой-то появилось на нашей планете. Пускай ее будет меньше. И благодаря этой передаче, наверное, мужчины, которые не уступали, опомнятся и поймут что-то для себя. Ксения, спасибо большое. Эти аплодисменты для вас. Вы знаете, дорогие друзья, вот только что Ксения обратилась, наверное, ко всем мужчинам, да, которые смотрят нашу программу. Такой прям плач Ксении, я бы сказала, да. Да, мужчины, уступайте место женщинам в общественном транспорте. Ну что ж, дорогие друзья, напоминаю, тема нашей программы, какой он современный мужчина, мужчина нашего времени. Ваше мнение может тоже сейчас прозвучать в прямом эфире. 34 22 43, звоните, пожалуйста. Хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях солисты военного оркестра Гомельского пограничного отряда. И также у нас руководитель военного оркестра. И вот хотелось бы несколько слов, Александр, о вашем коллективе. Вообще, где сегодня можно услышать ваши песни? Часто ли выступаете? Потому что поете очень задорно. Поем и так же и играем задорно. Увидеть нас можно практически везде в городе. Ну, конечно же, основная задача военного оркестра Гомельского пограничного группы – это обеспечение воинских ритуалов. Это для того и созданы были оркестры в частях, чтобы обеспечить воинские ритуалы. Также пропаганда, ну, так скажем, может быть неправильное слово, реклама органов пограничной службы. Чтобы люди, местное население, знали, что пограничники не только умеют границу охранять, ходить, так сказать, по последним метрам нашей Родины. А также еще и вот такие самородки. Талантливые. На всех праздниках города основную концертную деятельность мы ведем, конечно же, на приграничной территории. Спасибо большое. Ну, вот видите, дорогие друзья, и по возможности, конечно же, появляется коллектив и в студии программы «Добрый вечер Гомель». Эти вот аплодисменты для всего военного оркестра от нашей программы. Ну что ж, продолжаем тему. Сегодня, напоминаю, говорим о мужчинах нашего времени. Есть, вы знаете, дорогие друзья, очень интересное мнение в Вайбере, которое присылают наши зрители. Антонина считает, что наши мужчины очень отличаются от европейских. Наши мужики надежные. Антонина, аплодируем все. Спасибо большое. Алексей говорит, что... Алексей, кстати, к нам мужчины присоединились наконец-то к нашему разговору. Алексей считает, что мужчины в наше время стали очень странными, все больше похожи на женщин. Я думаю, здесь должен предпсихолог как-то прокомментировать мнение Алексея. Ну, наверное, он наблюдал за мужчинами, поэтому сделал такой вывод. Ну, здесь, наверное, не о внешности мы, надеюсь, сейчас будем говорить. О поведении. О поведении, да. Прокомментировали? Ну, я думаю, что я воздержусь от каких-то глубоких исследований, но то, что происходит трансформация всего общества, это однозначно. Но я уже говорила, не только мужчины, но и женщины. Но и женщины. Иногда идешь по улице, и впереди идут два человека. Ты не можешь понять, или это мужчины, или это женщины. Но многие наблюдали такую картину. Спасибо большое, Людмила. А Алина сообщает нам, что она желает мужчинам побольше романтики, а то цветов не допросишься. Алина, вот видите, вот женщины сетуют, цветы не дарит там современный мужчина. На колено не встает, да, под балконом сиренады не поет. Ну, помните, вот как говорил персонаж известного вот этого кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Ипполит? Он, помнишь, говорил «В мужчинах пропал дух авантивизма». Кстати, вот о фильме. Дорогие друзья, вопрос конкурса. Вспомните, пожалуйста, что привез с собой герой фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Женя Лукашин в Ленинград? Назовите эти три предмета. Еще раз напоминаю, что привез с собой герой фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Женя Лукашин в Ленинград? Правильный ответ, который прозвучит у нас в эфире по телефону 34 22 43. Автор этого ответа получит пригласительный билет на две персоны в картинную галерею Гавриила Ващенко. Так что ждем ваших телефонных звонков. Мне, Екатерина, интересно, какой образ мужчины в этом фильме... Фильм знаем, да, «Ирония судьбы»? Какой образ лично тебе симпатичнее в этом фильме и почему? Можешь подумать. Я скажу, что в этом фильме два антигероя для меня. Потому что Эпполит, он был более такой агрессивный, импульсивный и очень ревнивый мужчина. Меня такие мужчины пугают. А второй, он сегодня предложение сделал своей девушке, да, на завтра он влюбился в другую. То есть это ужасно. То есть у тебя положительного героя в этом фильме вообще нет? Нет. Только что хирург для меня более близко. Более ближе. Скажи, пожалуйста, а как вот тебе тот момент, что вот практически вот эти вот, которые для тебя отрицательны, а для всех, в принципе, положительные герои, да, этого фильма, они полфильма, ну, скажем так, не совсем трезвые. Как тебе такая характеристика? Это уже какая-то пропаганда нездорового образа жизни. Нездорового образа жизни, да. Ну, а мне кажется, это просто отражение реальности, особенно советского периода. Ну, вот, кстати, в тему есть сообщение, не зря же я про это и говорю, в тему есть сообщение в Вайбере от Анны. Я уже не представляю современного мужчину без бутылки пива. Кажется, что сегодня пьют везде и все, говорит Анна. На самом деле мужской алкоголизм – одна из самых распространенных проблем современного общества, так считают и социологи. На сегодняшний день алкоголизм мужчин стремительно молодеет и встречается уже с 14 лет. Такая пагубная привычка начинается в подростковом возрасте и укрепляется с годами. Но, по данным Всемирной организации здравоохранения, мужчины нашей страны в последние несколько лет стали пить меньше. В принципе, такая статистика радует. Людмила, вот как ты считаешь, в принципе, такая статистика отражает действительность? Есть ли это какие-то объективные причины в нашем обществе? Наташа, ну, я хочу обратить внимание на другие вещи. Не знаю, учитывает ли статистика вот такие интересные наблюдения из жизни. Например, когда они задумывались о том, что очень много святых – это мужчины. Мужчины святые. Я, например, в нашем современном обществе сейчас встречаю все больше и больше молодых людей, которые занимаются здоровым образом жизни. Медитация, йога, поездки куда-то там за 3-9 дней для того, чтобы поймать вот этот смысл жизни. Их все больше и больше и больше. Почему мы этих ребят не видим? Давайте их тоже посчитаем. А вы знаете, Людмила, мы их посчитали. Точнее, не мы, а Национальный статистический комитет Республики Беларусь. Мы просто решили с помощью нашей статистики составить тоже вот сегодня портрет мужчины нашего времени. И использовали для этого последние данные Национального статистического комитета Республики Беларусь. Итак, дорогие друзья, среднестатистический беларус выглядит примерно следующим образом. Ему 30,5 лет. Мы учитываем здесь средний возраст мужчины в нашей стране. Он женат, потому что в нашей стране 61,6% мужчин женаты. Можно сказать, что среднестатистический беларус почти не курит. Ну, скажем так, курящих мужчин у нас всего 44%. До половины не дотянули. Наши мужчины считают себя вполне здоровыми. Почти 60% мужчин считают, что им не надо ходить к врачу, они вполне здоровы. При этом не утруждают себя занятиями спортов. Спортом всего по статистике, дорогие друзья, 26% мужчин занимаются физкультурой и спортом. Ну и вместо тренажеров, конечно же, чаще всего сидят в интернете. Это не мои слова, это слова статистики. Почти 75%. Вот такой... Ой, как смысл жизни. Может быть, может быть. Ну, а согласны вообще вот вы с такой статистикой? Вот насколько, вот мне интересно, Сергей, твоё мнение, насколько образ вот такой вот современный мужчина соответствует действительности, реальности, скажем так, твоего поколения? Ну, возможно, и соответствует. Ну, я не буду говорить за всех. Например, лично я вообще не пью и не курю. И занимаюсь спортом. И пою. Да, ещё и пою. Потому что служит в органах пограничной службы. Вот так. Вот всё очень просто. Всё очень просто, действительно. Там чётко понятно, что можно, чего нельзя. Мне вот очень интересно, мне, Екатерина, как ты считаешь, чего не хватает современным мужчинам? Современным мужчинам не хватает. Наверное, уверенности в себе. Уверенности? И я думаю, на самом деле, я скажу, наверное, всего хватает современной молодёжи, мужчинам и девушкам. Просто на данный момент поколение немножко, ну, то поколение, оно придерживалось каким-то другим ценностям моральным. А на данный момент совсем другие ценности моральные. Очень хорошо, давай, давай, да подожди секундочку. Вот то поколение, а вот это. Вот каким же ценностям придерживалось наше поколение, я бы так сказала. Каташа, мы были коллективные существа. А это поколение, о котором говорит Катерина, это индивидуалисты. Между ними есть ещё среднее звено. Это дети, которые были рождены во время перестройки, их становление было. И это те, кто выживал. То есть у нас и так вот старое поколение, коллективное мышление коллективом. Индивидуалисты – это крайние позиции. А посерединке, ну, скажем так, они берут и отсюда, и отсюда. То есть когда они приобретали, скажем так, что-то новое, но одновременно они видели, как работает старая система. Вот поэтому сегодня мнения разделились, каким должен быть мужчина современный. Но нужно учитывать, что у нас сейчас как минимум три, вот здесь даже в студии три, скажем так, поколения, идеологическое поколение. То есть вот первое, второе, третье. И мнения будут разные. На самом деле, Катерина, очень хотелось бы узнать, какие качества характера вот лично ты ценишь мужчине? Ну, я скажу так, что мне нужно, ну, вот, чтобы раньше как-то у меня была в жизни такая вот как бы изюминка, что мужчина должен много зарабатывать денег, да? Это не изюминка, это нормальная такая желание современной женщины. Он должен быть почему-то в костюме на дорогом Мерседесе, да? На данный момент мне хочется уверенной быть в своем мужчине, чтобы он был надежный, любил женщину, заботился о ней. Ну, и, конечно... А если у него не будет Мерседеса? Нет, это не важно. На данный момент это не важно. Главное, душевное спокойствие и спокойствие мужчины, чтобы в будущем я видела его отцом своих детей. А, кстати, почему краса вселенной, вице-мисс этого конкурса еще до сих пор не замужем? Ну, так получается, что... То есть требования какие-то завышенные, получается, к мужчинам, хотя... Просто на данный момент у меня такое чувство... Я не верю в свои годы, что у меня там уже 27 лет, да? Мне кажется, что у меня еще 18, и какая семья? А вообще, Александр, как вам требования подобные, которые Екатерина озвучила? Мерседес не нужен, люби, заботься. Мне кажется, она лукавит. Лукавит? Да. Судя, как я... Ну, я человек общительный и человек публичный в плане того, что через мои руки очень много проходит музыкантов, коллективов, где мы выступаем. И я вижу, как все происходит, как вы сказали, поколение то, поколение это. Поколение это, вот тоже сказали, что я не люблю робких мужчин. Сейчас, чтобы подойти к девушке и познакомиться на улице, как это было раньше, принято, да? Девушка посмотрит на себя, извините, как на ненормального. Сейчас не принято. То есть, вы хотите сказать, сейчас не принято познакомиться на улице. Поэтому нынешнее поколение, я не могу сказать, анализировать, что у них какого-то. Это совсем другие люди, так скажем. Ничего себе договорились, совсем другие люди. Так, дорогие друзья, нам нужна пауза. Нет, 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 неправильно выразился, понятно. Ну, аплодисменты за откровенность. Ну, хорошо, я думаю, сразу после рекламы поговорим о том, какова роль мужчины в современном мире, и что значит быть все-таки ответственным. Сразу после рекламы оставайтесь с нами, пожалуйста. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир на Беларусь 4. Сегодня говорим о мужчинах нашего времени. Очень интересно, какими их видите вы. Звоните в студию 34-22-43, оставляйте свои сообщения в Вайбере, и также участвуйте в нашем конкурсе. Напомню, вопрос конкурса. Что привез с собой герой фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Женя Лукашин в Ленинград? Три предмета, ну, скажем так, назовите их, пожалуйста, по телефону 34-22-43. Вы знаете, хотелось бы... Времени немного остаются до конца передачи. И хотелось бы заострить внимание на роль семьи для современных мужчин. Вот что думает об этом психологи, Людмила? Наташ, что думают? Мы наблюдаем одно явление, да, инфантильность. Инфантильность молодежи. То есть неготовность создавать семью, нести ответственность, ну, вот в этом, как бы, возрасте, когда вступает особенно молодежь в брак. Но это проходит, как только появляются дети. И мужчины взрослеет, и девочки. И становятся более ответственными. И становятся более ответственными. Но именно инфантильность. И хотелось бы, чтобы, ну, скажем так, хотя бы вот это время, когда люди вступают в брак, хотя бы оно оттягивалось. Годам 25 к 30 ближе. Тогда уже явно идет момент взросления и больше ответственности. И, по крайней мере, точки над «и» люди уже сами расставляют в определенных вопросах. Дорогие друзья, этим летом в Гомеле проходил уникальный конкурс многодетных пап. Дмитрий Сычков, гость нашей студии, отец троих детей, победил и получил звание «Отец-молодец». Думаю, Дмитрий, да, эти аплодисменты заслуженные. Думаю, Дмитрий своим примером поможет найти нам ответ на вопрос, каким же должен быть современный отец. Дмитрий, расскажите, вот у вас трое детей, вот расскажите о них. Мои дети самые замечательные. Посмотрите на фотографии, которые сейчас демонстрируются на вашем экране. Они самые лучшие. У меня есть замечательная дочка, ее зовут Рита. Есть 7 лет, она ученица второго класса. Она сегодня в нашей студии присутствует и слушает меня. Она моя помощница абсолютно во всем, даже сегодня. Я чувствую ее незримую поддержку. Это придает мне, конечно же, силы. Есть также в нашей семье два замечательных малыша. Им полтора годика. Это Алешка и Алиска. Двойняшки, которые сейчас активно подрастают и радуют родителей. А вы вообще с супругой планировали такую большую, в принципе, семью? Если честно, то нет, потому что двойню, в принципе, трудно запланировать. Но в то же время в семье моего отца 6 братьев. Поэтому вполне вероятно, что мы просто в начале пути. То есть вы где-то на подсознательном уровне были готовы, да, и готовы к общему? Наверное, да. Аплодисменты для вас, Дмитрий, спасибо большое. А ведь на самом деле социологи констатируют, что современные отцы с головой, дорогие друзья, окунулись в работу. Заработок становится главной заботой современного папы. Мне очень интересно, какой вы, отец, много ли времени проводите со своими малышами? Времени с малышами я провожу, видимо, меньше, чем хотелось бы, опять же, ввиду довольно высокой занятости. Но самое главное, вот именно во времени провождения детей, я не раскрою никому абсолютно секреты, что воспитание матери и отца, оно очень разное. И здесь может быть разница даже больше не в количестве, а именно в том, какое оно. Ведь воспитание отца, оно может быть непродолжительным относительно по времени, конечно же, в сравнении с матерью. Но более качественным вы имеете в виду? Но не то, что качественным, оно отличается. И вот те часы, те дни, те минуты, которые дети проводят со мной, я думаю, у них также яркими впечатлениями остаются на всю жизнь. И я делаю упор именно на это. Ну и, как было сказано, я почему-то не вхожу в нашу статистическую группу большинства. Я не ищу в интернете смысла жизни, как было сказано. Таких вещей у меня просто нет, не бывает. Потому что, действительно, любую минутку свободного времени я стараюсь посвятить детям. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Светлана. Светлана, скажите, пожалуйста, вам мужчины часто уступают место в общественном транспорте? Ну, я, наверное, стараюсь не ездить, поэтому, наверное, не уступаю. А, то есть, понятно. То есть, вы не посещаете общественный транспорт, ясно. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы ответ на вопрос нашего конкурса? Что привез с собой герой фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Женя Лукашин в Ленинград? Назовите. Ну, я думаю, что знаю, потому что этот фильм каждый год смотрят все, поэтому нужно знать и помнить, что он приехал с портфелем, с веником, и у него еще было 15 советских копеек. На такси. Очень правильный, точный ответ. Спасибо большое. Пригласительный билет в картинную галерею Гаврила Ващенко достается вам, и еще раз эти аплодисменты. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы знаете, вот хочу задать вопрос, Дмитрий, как зовут вашего сына? Алексей. Алексей. Вот когда Алексей подрастет, ведь сейчас ему только годик, да, когда Алексей подрастет и спросит, папа, так а надо уступать место женщине в общественном транспорте или не надо? Во-первых, что вы ответите, а во-вторых, как вы это объясните? Во-первых, не спросит. По одной простой причине. Он с детства будет видеть, как делает папа, и такого вопроса у него даже не возникнет. Давайте мы поаплодируем, потому что действительно, пример, яркий пример, который подает папа, это, наверное, самое лучшее воспитание. Что касается моего ответа на этот вопрос, мое категорическое «да», потому что в данном случае это не жест какой-то помощи слабому полу, это в данном случае просто комплимент женщине. Женщины – это наши цветы. Нужно сделать комплименты всегда, каждую минуту. Она едет в общественном транспорте со своими мыслями, может быть, не всегда радостными и позитивными. А вот такой маленький пустячок, маленький комплимент однозначно поднимет ее настроение и заставит улыбнуться. Почему бы и нет? Почему бы и нет, дорогая мычина? А ведь действительно, я как-то не подумаю. Это просто приятно, когда вы уступаете нам, женщинам, место. Просто приятно. Ну, не знаю, давайте поддержим, да, может быть, кто-то все-таки прислушается. Спасибо большое. Дмитрий, скажите, вы с супругой придерживаетесь все-таки каких-то общих принципов воспитания детей? Согласовываете какие-то моменты или каждый по-своему? Самый главный общий принцип, опять же, было замечательное высказывание кого-то из умных мыслителей, я его просто повторю, конечно, не нужно воспитывать детей, следите за собой, за своим поведением. Дети, они просто повторят все то же самое, что делаете вы. Это максимально верное выражение. Даже маленькие годовалые дети, они смотрят на взаимоотношения в семье. И когда мы понимаем в любом случае, что дети рядом, они рядом с нами постоянно, всегда, соответственно, наше общение должно быть направлено в том ключе, чтобы дети воспринимали только положительные какие-то примеры. Вот в этом у нас абсолютно унисон с супругой, и мы стараемся этого придерживаться постоянно. Вы знаете, Дмитрий, вот я хочу узнать более конкретный вопрос. У вас есть четкие обязанности в семье, в многодетной семье? Вот хорошо, что вы сказали слово «многодетной», потому что в многодетной семье главный принцип «можешь – сделай». А, кто успел? Кто может, кто в состоянии, да, кто может, кто в состоянии. Бывают минуты, когда жена ведут такой серьезной большой нагрузки, двойняшки вместе, малыши – это очень тяжело. Я выдерживаю, не буду говорить сколько, не буду расстраивать, может быть, будущих многодетных отцов, но на самом деле она просто молодец. И вот в эти моменты, когда ей действительно трудно, я могу сделать все, что угодно. Любые обязанности – готовить, пожалуйста, стирать, пожалуйста, ребенка в школу одеть, собрать, покормить – без проблем. И самый главный принцип, опять же, я не жду каких-то получений. Когда она попросит, да? И я никогда не считаю, что это моя обязанность. Я просто понимаю, что сейчас в это время это должен сделать я. Завтра вполне может быть по-другому. Отлично. Скажите, Дмитрий, есть какое-то блюдо, которое готовит папа, и его обожает вся семья? Конечно, это картофельная запеканка с мясом, это блюдо папы, это шикарное блюдо, но поскольку готовится оно долго, в несколько этапов, я думаю, поэтому готовит его только папа. Ну и критерий весьма простой. Фраза супруги «У тебя получается очень вкусно» заставляет это повторять бесконечное количество раз, до тех пор, видимо, пока не станет. Спасибо большое, спасибо вам большое за откровенность. Людмила, передача заканчивается. Очень хотелось бы узнать советы, которые можешь дать ты женщинам, которые хотят построить с мужчиной счастливые, долгие отношения. Стоит ли предъявлять к ним определенные требования? И вообще, какие советы ты дашь? Вот мы сегодня много раз обращались к теме армии, да. В армии говорят так, чтобы жить с генералом, нужно выйти замуж за лейтенанта. И поэтому совет нашим женщинам, не требуйте от мальчишек, да, за которых вы выходите замуж, вся и все, а пройдите с ними вместе вот этот вот путь, ну, скажем так, до генеральской жены. Вот участвуйте во всем. Образно говоря. Ну что ж, дорогие друзья, вы знаете, наши зрители очень активно включились в полемику, должен ли мужчина уступать вместо женщине в транспорте. И есть сообщения, авторы которых на самом деле не видят никаких проблем, если женщина в троллейбусе, пара остановок, постоит рядом. Грустно, конечно, но это факт. Например, Екатерина говорит, что она считает, что мужчины не должны уступать вместо девушке, только старушкам, беременным и больным. Жаль, Екатерина, но вы имеете право на такое мнение, конечно же. Дарья считает, что все зависит от воспитания. Валерия говорит, что уступить вместо женщине в нашей стране должно быть нормой. Валерия, можно, вот слово нормой в нашей стране можно это, да, выносить на голосование, что называется. Ну, а Петр считает, что, мне кажется, нормальный молодой человек должен уступать вместо даме. Это даже не должно обсуждаться, должно быть в порядке вещей. И, кстати, вот таких вот сообщений большинство, я просто не стану их зачитывать, вы видите их внизу экрана. В любом случае, дорогие друзья, спасибо всем за вот эти откровенные мнения. Наша программа подходит к концу, программа «Добрый вечер» заканчивается, и, конечно же, песня. Вот сейчас в самом конце прозвучит песня, но я прощаюсь с вами, до новых встреч в прямом эфире. Ветер тучи гонит вереницей, Ветер тучи гонит вереницей, Катер на Днепре полу качает, Еле слышно зажумел мотор. Так всегда граница нас встречает, Здесь мы бережем речной простор. И зимой, и летом, На границе где-то, Ночью и с рассветом, Парни на часах За поколом народа В любое время года Гобыльская группа На южных рубежах. Помню пограничные заветы, И в одном, И в одном, Увери точно я, Берегут зеленые береты, Твою землю, Беларусь моя. И зимой, и летом, На границе где-то, Ночью и с рассветом, Парни на часах За поколом народа В любое время года Гобыльская группа На южных рубежах. И зимой, и летом, На границе где-то, Ночью и с рассветом, Парни на часах За поколом народа В любое время года Гобыльская группа На южных рубежах. Редактор субтитров А.Семкин